Ключ рая ла и ла хайлаллах. Однако ключ не открывает, кроме как зубцами. А этими зубцами являются условия ла и ла хайлаллах. Тот, кто не придет с этими условиями, не принесет такому пользу ла и ла хайлаллах. Условия нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, восемь. Кто знает их? Машаллах. О наши братья, пусть никто не говорит. Да-да, дай мне 7 условий. Я добавлю восьмое. Первое. Знание. Что означает знание в условиях ла и ла хайлаллах? То есть, познаешь смысл ла и ла хайлаллах и Мухаммад Абдуху и Расуллю. Мухаммад, раб его и посланник. Знание о его противоположность джахль, незнание. Человек, не знающий смысла ла и ла хайлаллах, не принесет такому пользу ла и ла хайлаллах. Второе. Принятие. Противоположность принятия отвержения. Значит, обязательно человеку принимать все, что пришло от Аллаха, и не отвергать даже одну букву. Да, затем. Третье. Убежденность и противоположность этому сомнения. Если человек засомневался хоть в 1% из 100% единобожие господства или единобожие божественности или единобожие имен и атрибутов, или засомневался, что пророк Мухаммад, саллиллах алейхи вассалям, раб, которому не поклоняются, посланник, а не лжец, такой не является единобожником вообще. Четвертое. Правдивость. Что означает правдивость ла и ла хайлаллах? Чтобы человек был правдивым в словах ла и ла хайлаллах. Лицемер. Противоположность этому ширк, многобожие. Итак, у нас есть очень большая проблема, а это ширк многобожия, так как если многобожие войдет в поклонение, нарушит ее. Иногда человек говорит «Ля айля халаллах» и в то же время совершает жертвоприношение идолу в могиле и не принесет такому пользу «Ля айля халаллах». У меня вопрос. Показуха в милости не подобны ли показухе «Ля айля халаллах»? Кто знает, пусть поднимет свой палец. Человек совершил показуху «Садаха» в милостине. Подобна ли показуха в милостине? Показухе «Ля айля халаллах»? Да, здесь показуха и там показуха. Показуха является малым ширком многобожием и вид показухи здесь малый ширк. Правильно? Неправильно? Почему неправильно? Если человек совершил показуху «Ля айля халаллах», не вошел в религию в основе вообще. Однако, если человек совершил показуху «Садаха» в милостине, то это является малым ширком. Итак, здесь будет показуха большим ширком, а здесь малым ширком. Хорошо, да. Продолжай. Шестое. Починение. Значит, необходимо совершение дела противоположит этому оставлению. Да, продолжай. Седьмое. Любовь. Любить кого? Любить Аллаха и не любить кого-либо, кто бы он ни был, на равнине с Аллахом, любовью одинаковой. Хорошо. Где же тогда любовь к Пророку, саллиллаху алейкум ассалям, праведникам, единобожникам и другим? Любовь к ним будет после любви к Аллаху. Понятно? Хорошо. Любовь, противоположность которой ненависть. Скоро придет смысл в книге Навахаду алисслям. Тот, кто возневидел какую-либо вещь, будь она малая или большая, с которой пришел Пророк алейкум ассаляту ассалям, даже если он совершает дело в соответствии с этой вещью, станет неверным. Совершает молитву, однако ненавидит ее. Такой является кафиром. Неверным. Проявление неверия к тому, к чему поклоняются помимо Аллаха. Проявление неверия к Тауту перед верой в Аллаха является столпом свидетельства. Тот, кто проявил неверие в Таута и уверовал в Аллаха. Понятно? Хорошо. Хорошо.